оцените какого размера хабанерка выросла вот это да еще зелененький пока что я думаю он вымахает потом он еще прям мясистый какой-то да да это прям реально значит он похож на сорт big red мама который он немножко вытянутый но он тоже такой супер мясистый супер рост ну там миллион примерно будет маме да там да 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 здесь где-то я думаю 350 примерно привет друзья сегодня будет интересная рубрика по огородам мы сегодня с вами заглянем в одно очень интересное место я вам покажу как выращиваются перцы в большом и просто громадном количестве самые самые острые самые самые интересные порядок привожу грядку когда перцы подрастают они начинают по чуть-чуть заваливаться а поэтому приходится их подвязывать потому что если не подвязать ветки обломать это еще на средние кустики по высоте бывает если бы я раньше посадил кусты были бы еще больше это севастополь это байдарская долина именно здесь наш друг и подписчик выращивает свои острые супер острые сорта перца я напрашивался к нему очень давно и сегодня на выходных у меня удалось посетить этот отличный удивительный сад место где много интересных сортов острого перца и если вам было интересно заглянуть через забор соседний огород как там человек выращивает я вам сегодня как раз это и покажу офигеть они еще зреет каролина шоколадная какая форма видишь носиком хочу сказать что на пока на кусту бывает лишь одновременно с одной ветки растут и некрасивые относительно и красивого вот семена идут в основном так вот эти вот такие пускаются на соуса либо на всякие специи служится до ресторанах их используют шаурме в паназиатской кухне каролина рипер шарму это это даже в москве такую можно попробовать да 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 здесь каролина рипер красная это то что с музея она в музее выросла и здесь это семена уже посажены которые собраны там целых три ряда красота вот где на этом ряду можно поискать желтую каролину где ты ходишь да 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 много халапеньки разные висит мексиканских сортов много но для понимания как вот вот это количество плодов вообще какое есть на подсними пожалуйста просто камеру вынеси да отлично вот это да смотри шоколадные сорта вот они здесь вот это македонский сорт гравированный македонский вот этот стручок до халапешка халапешка тоже такая забористая толстенькая такая да она кстати когда зеленая она уже технически спелая да ее можно уже заготавливать да ее можно в соусы использую потому что люди часто спрашивают а у вас есть зеленый халапени семена зеленый и красный это одно и то же просто разные стадии созревания пойдем дальше на смотри вот интересные шоколадные такие кругленькие кругленькие да на помидорки похоже вот это белый халапеньо вот чем дольше он висит тем он белее пока он такой желтоватенький вот это насколько я помню это у нас близкий друг табаско очень похоже да но но это длине удано баска короче колба табаско точно короче а это поможет сирана как-то называется рано до оттуда с этой из близкие такие ребята даже самая хабанерка огромные огромные плоды просто огромные размером с кулак на так что тут еще ходить и ходить можно долго и интересно вот мексиканские сорта вот они будут шоколадные по итогу все подписано вот видишь на вот такие бумажечка на ножичках но таких ножичках сторон ничего не портится потому что люди бывают подписывают на всяких бумажечках да и она потом просто она теряется какой-нибудь дождь прошел у тебя все бумажечки съела испортились и со временем ты не понимаешь где какие сорта находится но как тебе вообще ухаживать за таким хозяйством но в данном случае вот мы мы находимся здесь много чего интересного много 300 кустов ты 375 375 кустов как ты оценишь вот пойдет на или на типа но смотри для начинающего человека я бы советовал начинать наверно сети с 10 не из 300 если вы начинаете только 10 штучек садите себе там два-три сорта пробуйте выращиваете если вам понравилось начинаете масштабироваться не все конечно есть участок поэтому на балконе хорошо на балконе не нужен срочно самый острый каролина рипер вот я именно его хочу и 10 кустов мне ничего не вызрело и скажу потом все это фигня вы все врете у вас не может расти столько кустов не начинаете я имею ввиду начинать с каролины можно если ты уверенный человек или смотри если у тебя горит внутри есть есть история что ты прям хочешь открыть начинай потому что я в свое время начинал с каролины потому что я сидел в интернете в американском ютубе нашел что есть такая каролина и захотел ее да я нахожусь крему сюда ничего не приедет не приедет это был 17 год примерно до мне пришлось заказывать через ребят с новосибирска примерно они из германии притащили семена к себе перепаковали и мне отправили поэтому если у вас есть желание начать с чего-то первый конечно урожай у меня из трех сортов только один остался выжил вот вот про это для этого существует уже какая-то инструкция как выращивать смотрите наши инструкции ребята мы вам покажем обязательно есть инструкции вы по этой инструкции начинаете выращивать и с каждым годом вы лично сами набираете опыт поэтому начинайте где-то там три кустика разных сортов но сажать не три кустика сажайте кустиков по 9 а в итоге оставляйте кустика 3 добывать из хороших урожаев пробуйте разные сорта потому что то что вы на рынке пробуете это в 400 раз менее острое чем то что можно вырастить каролина она уже доступна и семена существует продаются сорт соответствует в зависимости конечно где вы купите семена и по итогу вы получите такой сорт который вы можете принести в компанию людей угостить кого-то они вас больше не позовут увидит новые эмоции на людей у кого-то будут трястись руки у кого-то слезы кашель паника это если говорить про самоострое а так можете выращивать например для тещи какие-то маленькие красивые сорта как например вот этот если у вас подоконничек где-то в офисе в каком-нибудь в конторке какой-нибудь то вы можете взять сорт который называется explosive эмбер и вот такую штуку посадить вот это посадить на подокончике в офисе и будет вас радовать берете перчик какой-нибудь доширак на обеде заварили нарезать туда перчика съели и красиво ну давай на камеру давай на камеру полезно давай что мы не просто здесь фуфлометы какие-то на вот я взял друзья раз-два-три суша вкусненькие и хрустит еще так хорошо сочный вот именно сочно но до 30 тысяч ну я не знаю сейчас еще пожую до 30 он обычно немножко должен разок королины у королев 2 миллиона остроты вот здесь ну это именно для людей которые считают что чили перец на рынке это острый да вот это для них маленькие такие кто там будет называть его огоньком например может быть но по сути вот это называется explosive эмбер сорт а так для офиса очень хороший вариант потому что например вы видите какого размера кусты существует да поэтому как вы на подоконнике будете такое выращивать чтобы вы понимали я на подоконнике выращивал каролину в трех литровых горшочках так что если сильно хотеть можно ребята начать можно все только нужно захотеть вот такая вот история так что покупайте семена пробуйте берите самые эксклюзивные сорта которые вам визуально нравится да самое главное что вам нравилось до ночи например вы посадите садите лучше начинайте в феврале и там где-то к лету будете уже собирать урожаю если будете выращивать в квартире то скорее всего если будете садить ближе к зиме раньше чем февраль тогда скорее все еще придется ламп покупать поэтому чтоб без ламп легкой самый легкий способ садите в феврале а летом собирать урожай спасибо что посмотрели первую часть нашего тура по плантации острова перцев мы с алексеем показали вам лишь небольшую часть того что выращено на этой земле следующей части алексей раскроет секреты ухода за этими растениями как правильно подбирать удобрения следить за поливом и обеспечивать здоровый рост кустов поделимся тонкостями которые помогут вырастить обильный и острый урожай